Скудные порции, большие вопросы по качеству продуктов и даже работники, имеющие судимость. Сегодня уполномоченный по правам ребенка в Кировской области рассказал, что видов нарушений в детских оздоровительных лагерях с каждым годом становится больше. В некоторых с проверкой Владимир Шабардин побывал на днях после многочисленных жалоб как от родителей и детей, так и от работников самих лагерей. Речь идет о неоформленном рабочем персонале и о качестве питания. На этих снимках из социальных сетей невооруженным глазом видно, что порции салата маловаты даже для ребенка. По словам уполномоченного по правам детей, такие скудные салаты в оздоровительных лагерях не редкость. К тому же большие вопросы есть и к ежедневному меню. Говорится, что в некоторых лагерях отдыхающих могут весь день кормить, например, капустой. Отсюда у надзорных органов возникают большие вопросы к руководству лагерей. К тому же оказалось, один из них зачем-то закупил больше 11,5 тонн мяса на 3 миллиона рублей. Кроме того, есть проблемы и со сроком годности продуктов. В одном из лагерей закупали молоко, которое к моменту потребления было скисшим. Мы отдельно инициировали по окончании всех лагерных смен, значит, на сентябрь, рабочую встречу с руководством Вятки Каниху. Предложением собрать всех руководителей структурных подразделений, всех рекроводных лагерей и всех сотрудников пищеблоков, ну, то есть поваров. Для того, чтобы все-таки вот эту ситуацию в следующем году предотвратить, взять меню, взять технологические карты и буквально пройтись по этапной и предметной. Для того, чтобы руководство услышало мнение руководителей подразделений о том, какие изменения должны быть внесены. Кроме того, в ходе проверок выяснилось, есть случаи, когда на кухнях, в детских лагерях работают люди, имеющие судимость. Также среди персонала на пищеблоках встречаются несовершеннолетние без медкнижек, на месте которых по документам оформлены совсем другие люди. Все это нарушение закона и все выявленные факты нарушения в оздоровительных лагерях, отправленные в Роспотребнадзор и прокуратуру. Уполномоченный по правам ребенка уже готовит доклад в правительство области.